На сегодняшний день главный парламент национальной полиции Харьковской области совместно с Харьковским областным управлением лесного и охотничьего хозяйства разработан план мероприятий по недопущению незаконной вырубки хвойных насаждений в предновогодний период. Будут проводиться мероприятия по выявлению лиц, которые проводят незаконную вырубку хвойных насаждений, также лица, которые торгуют, их деятельность проявлять, если у них наличен полный пакет документов на право осуществления деятельности по торговлю хвойными деревьями. Все елки маркированы, на них есть все сертификаты прохождения на радиологическое загрязнение, поэтому все документы в порядке. Сосна Крымская, доследный изразок, проводится исследование, что она не радиационная, что она не химически вредна для потребителя. Также свидетельство о госрегистрации нашей, без которого мы не можем торговать. Также протокол на сосну, звичайную, которая привезена, это у нас Крымская, также мы, звичайная. Она привезена в Днепродзержинск, доследовалась в Днепродзержинске. Это предприятие Рибников, доследование в Днепропестровске, МОЦДУСПУ. Медичная документация наказом Украины 2005 года. Вимирювание проверил инженер Прокопчук, что он засвечил, что питомая активность штучного радиоактивного значения с сосны не превышает нормы гигиеничных норматив питомой активности. А также это выписка с Державного реестра Рибникова, что он действительно нам предоставил эти елки. Все чипы соответствуют. Также товарные чеки о том, какая сумма была закуплена. 100 количества, это Крымская, было закуплено, автомобилем привезено, также указано. А также было закуплено 1080 штук елки сосны Крымской обычной. У предпринимателя, который осуществляет деятельность, должен быть определенное место, у него должен быть точка, где он будет осуществлять свою деятельность, торговлю. Пакет документов на елке, где он приобрел чип специальный, который разработанный. И документы обязательно. Товарная накладная, где были приобретены тихонные деревья. И иные документы, которые должны быть у него на исчислении отсутствуют, будут привлекаться к административной ответственности. По нескольким статьям, до 159, нарушение правил торговли на рынке, 160, на торговлю срок в неустановленных местах. И 106, нарушение правил хозяйственной деятельности. Штраф от 17 благополучных минимум, это 33 гривна, и до 89 тысяч гривен, смотря пока будет ответственность, какое будет совершено правонарушение. Также за это есть присмотрена уголовная ответственность, это статья 246 Уголовного кодекса «Незаконная вырубка деревьев». Там тоже идет штраф от количества, какого было уносим ущерб государству, то или иного предприятия, сколько было деревьев вырублено. Там уже до трех лет лишеницов будет. Крымский сорт елки привезен из Кулиничевских лесхоза, это в Харьковской области. Там их выращивают, питомники есть. А наша обычная сосна, привезенная с Чутова, там лесхоз, прорежает елку и привозят к нам сюда. Стараемся, чтобы цена была лояльной, устраивала любого контингента. Любой контингент устраивал от 80 гривен за полтора метра. И до в пределах 300 гривен за 2,5 метра, за 3. Стараемся брать. По улице мы, конечно, работники полиции не пристают каждому граждану, где он приобрел елку. То есть в основном проводятся места торговли, точки, где реализуются хвойные деревья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова